Сегодня у нас новейший BMW X5 M Новый кузов, новый двигатель, новая коробка передач и новые впечатления, разумеется Внешне автомобиль уделяется агрессивным аэродинамическим обвесом и большими колесными дисками Радует новые спортивные сидения с настраиваемой боковой поддержкой Новый старый селектор коробки передач, который полюбился нам еще с M5 в кузове E60 Ну и красивый трехспицевый руль с логотипом M Мультимедийная система нового поколения, которая позволяет вывести на дисплей показания мощности и крутящего момента в режиме реального времени Хорошо знакомый нам двигатель объемом 4,4 литра претерпел ряд изменений относительно предыдущего поколения X5 M Здесь установлены турбины большего размера Также на машине установлены новые выпускные коллектора, которые дают приход по мощности и приход по крутящему моменту В нем теперь 575 лошадиных сил и 750 ньютон-метров крутящего момента И поверьте мне, малышку весом в 2 и 3 тонны этот мотор разгоняет играючи Отдельно хотелось бы отметить, что несмотря на то, что двигатель битурбовый, он не теряет своей эффективности и мощности на высоких оборотах Он играючи крутится до 7000 оборотов, выдавая при этом очень и очень сочный звук На смену старому 6-ступенчатому автомату, который можно было назвать немножко допотопным Пришел новый 8-ступенчатый автомат, и вы знаете, это большой шаг вперед Мы сейчас едем на седьмой передаче, режим драйв, я нажимаю газ в пол Вторая передача, автомат скинул сразу 5 передач, 5 передач, чтобы вы получили именно тот разгон, который ожидаете при нажатии газа в пол Они научили эту коробку думать и понимать необходимости и желания водителя Пока, дружок Руль пухлый Первое время это вызывает некоторые неудобства, но стоит вам покататься 100-200 километров на автомобиле, вы к нему привыкаете Мне не понравилось то, что руль очень и очень скользкий Когда вы просто едете по городу и не держитесь за руль изо всех сил, он может просто выскользнуть из рук Это не совсем правильно, и это не совсем правильно в случае X5M Фирменная полноприводная трансмиссия от BMW под названием X-Drive на этом автомобиле имеет ярко выраженный заднеприводный характер Что это означает? А это означает, что на мокрой дороге этот автомобиль умеет доставлять удовольствие Субтитры делал DimaTorzok Отдельного упоминания, на мой взгляд, заслуживают новые сидения в этом автомобиле Эти прекрасные полуковши с хорошей боковой поддержкой, которые помогают вам усидеть вместе, когда вы ввинчиваетесь в очередной поворот На старом поколении сидения были отвратительные, они абсолютно не держали водителя А водителю приходилось держаться за баранку покрепче, чтобы не улететь в сидение Здесь новая тормозная система, шестипошневые суппорта спереди И, что самое главное, появилась перфорация тормозных дисков Тормоза выдерживают несколько плотных торможений и не перекрываются, не теряют свою эффективность И это большой шаг вперед относительно прошлого поколения В течение первого дня расход топлива составил 28 литров на 100 километров при очень активном стиле езды Но хочется отметить, что когда вы со светофора уноситесь вперед от очередного суперкара, это поднимает вам настроение Спортивные кроссоверы, созданные BMW Motorsport, это особые автомобили Вы получаете разгонную динамику, как на спорткаре Отличные тормоза, управляемость, а самое главное, волка в овечьей шкуре, от которого никто не ожидает такой прыти Но есть небольшая нотка печали в этой истории Это цена За автомобиль в хорошей комплектации вы отдадите 9 миллионов рублей За этот цены вы можете купить 3-х литровый дизельный X5 и BMW M3 нового поколения Какой же сделать выбор, решать только вам Это был DragTimes Test Drive, Гурамынский Рвели, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok